Привет, чемпионы! В этом видео я научу вас правильному ритму бутерфляя. Залезаем в воду! Вообще, в правильном бутерфляе два удара ногами на один полный цикл. А в этом упражнении мы сначала отработаем один правильный удар, а потом подключим самый сложный, второй. Упражнение руки-брас, ноги-дельфин как раз-таки учит нас правильному ритму. И первый удар мы будем делать тогда, когда после вдоха вы вытягиваете руки вперед и задаете вашему телу ударом ногами хорошее скольжение и скорость. В момент, когда вы вытягиваете руки вперед и идет хлесткий удар, последите за положением вашего плеча. Это там, где у вас бицуха. Как раз-таки положение вашего плеча регулирует глубину захода в воду и глубину скольжения. Я объясню, для чего это надо. Если вы смотрели наш онлайн-курс, то вы знаете, что Архимедова сила выталкивает нас из воды и нам всего лишь остается приложить правильные усилия к воде за счет грибка и вовремя сделать удар ногами. И тогда мы полетим быстрее Фелпса. А чтобы эта сила помогла нам плавать бутерфляем, нам нужно набрать правильную глубину. Это примерно сантиметров 30. Для любителей можно и побольше, чтобы попробовать, как она вообще выталкивает ваше тело из воды. И здесь самое главное. Не сначала всплыть к поверхности, а потом сделать грибок, а из самой крайней нижней точки немножко прогнуться в пояснице, начать делать грибок брасом и начать сразу поднимать голову наверх. Тогда вы почувствуете, что вас начинает выталкивать эта сила из воды. И вот как раз вы начинаете делать грибок брасом с правильной глубины, вы чуть-чуть продавливаете тазом толщу воды вниз. И за тазом следуют ноги. То есть тело выходит наверх, а ноги продавливают толщу воды и уходят вниз на удар. И в этот момент, когда вы приводите локти к корпусу, у вас удар ногами должен закончиться. Очень грубая ошибка, когда вы сначала делаете удар ногами, а потом выходите на грибок брасом. Это нарушение ритма. Вы так не сможете почувствовать правильный ритм на бутерфляе. Ведь в бутерфляе можно плыть как 500, так и 1000 метров без остановки и комфортно себя ощущать, при условии, что вы ловите правильный ритм. Как говорил один нудный или мудрый тренер, в бутерфляе есть две фазы отдыха. Одна в фазе полета, другая в фазе скольжения. В бутерфляе самый легкий стиль плавания, потому что там есть две фазы отдыха. Фазы скольжения и фазы полета. Чтобы научиться плавать хорошим, низкоамплитудным, но ритмичным бутерфляем, вам сначала в этом упражнении придется чуть-чуть увеличить колебания вашего корпуса. Для того, чтобы ощутить тот самый правильный ритм. Вы не сможете плоско плыть хорошим ритмичным упражнением. Руки, брас, ноги, дельфин. Это просто невозможно. Для того, чтобы почувствовать, постарайтесь глубже зарываться и выше выходить наверх. И используйте ласты для начала. А если получилось с ластами, то можно попробовать и без ласт. Чтобы начать тренироваться правильно, попробовать правильную связку упражнений, подписывайтесь в наш паблик в Телеграме. Там вы найдете тренировки на все уровни плавания. Давайте еще раз кратко. Исходное положение. Вы лежите так, чтобы ваша голова была на уровне где-то 30 сантиметров. Ваши ноги находятся у поверхности воды. Вы начинаете грибок с подъема головы и чуть-чуть прогиба в пояснице. Ваш таз в этот момент уходит и давит вниз. Цепляет за собой ноги, делает удар. Вы делаете руками грибок. Выходите на поверхность на вдох. Дышите достаточно высоко. Потом вытягиваете руки вперед. И пошла волна по корпусу запускать следующий удар ногами в фазе вытяжения рук вперед. И вы пытаетесь плечами отрегулировать глубину ухода вниз. Закапываетесь под воду и продолжительно скользите, выходя в исходное положение. Вот и все упражнение. Вот и весь бутерфляй. Потом останется добавить только грибок руками и пронос.